Добрый день! Сегодня я буду смотреть посылку от интернет-магазина ground.cd, который в интернете и в офсайту нет. Но там в основном компакт-диски будут, там 4 пластинки, правда 5, но я тематически пятую уберу в следующую, в другую, туда она больше пойдет. Но перед тем, как приступить к конкретной данной посылке, хочу поделиться радостью от того, что наконец-то, ровно через 3 месяца после отправки из Британии, до меня доехал последний альбом лучшей группы всех времен и народов, депешмоз, вот эти машины. Не лучший альбом, конечно же, лучший в прошлом, в 80-х, лично для меня. Я уже, если честно, думал, что эта посылка кирдык-тауэйд, потому что мне был выслан компакт на две недели позже этой пластинки, я его получил месяц назад. А так как я жопа уплотить за трекинг номер, страховки и так далее, мне пришлось просто сидеть и ждать. Ну, правда, дождался. Весьма доволен по этому поводу. Винин черный доставать не буду. Далее непосредственно к посылке от Grau. Здесь у нас будет два переиздания Норвегов и Слейв. Это вертебра, оба вышли на бэконблэк, на цветном виниле, и они лимитированы в тысячу копий каждое, если верить тому, что пишут в интернете. Ну, собственно, это на белом виниле, обычный белый, ничего особенного, вся не представляет. Второй конверт вот такой. Пластинку с вашего пугового линия доставать не буду, либо она абсолютно пришла такая же. И, аксиома Этика Одине, еще одно издание. В прошлый раз был CD плюс винил винилчик. Здесь, опять же, издание Backl Black. Здесь, если несколько рост не изменяет, винил будет серый. Конечно, Backl Black хорошо было бы слать, все-таки, винил не в этих напечатанных сливах, потому что, не знаю, если вы увидите, видно, что как он называется. Не помню правильно английский термин, но видно здесь следы от пластинки внутри. Как бы не очень здорово, но... Backl Black не относится к лучшим лейблам в области упаковки, к сожалению. Поэтому тут уж ничего не поделать. Далее, шведский Pest. Это на No Colors Records вышел от мини-альбома Dald Affair. Здесь, насколько я понимаю, одна и та же песня, а с двух сторон записана просто в баратных языках, что ли. Если честно, точно не скажу. Очень хорошая вещь. Очень классный. У них новый альбом сейчас вышел. Такой слегка отличающийся от прежнего творчества этой группы, но очень-очень хороший. И редкий гость в моей коллекции. Это Industrial Black. Я эту музыку люблю не очень. Точнее, в основном я ее не люблю. За крайне редким исключением. Это новый альбом французов спектр. Он называется Cypher. Релиз у поляков Огония Records. Он здесь и есть. Помимо всего прочего, цельный такой вот модный, треугольно-глазастый плакат. Сейчас, собственно, все на эту тему возвращаются. Нет треугольника считается. Это примерно так же, как играть техно-дес, но использовать не шестиструнный бас. Что-то типа такого. Ну и обычный пудышок. Камер, сам винил черный. Вот за всем про винилу все. Переходим к компактам. Последний альбом немцев о гриппни. Ну, так же тоже не лучший творением далеко. Но пока еще оно мне нравится. Это лимитированные издания. Диджебук, тысяча штук. Включает в себя DVD с концертом 2012 года. Ну, тут я листать не буду. Достаточно большой. Большая книжка. И он был пронумерован. Моя копия номер 531 из тысячи. Увидите, нет. Я себе отрезал ее для конка с копки. Буду хранить ее здесь. Дальше, так же новый альбом Греков Ротин Крайст с труднопроизносимым названием. Это тоже лимитированный бокс. Правда, по-моему, там лимитировано какое-то гигантское количество штук. Сейчас не буду называть точную цифру. Чтобы не соврать, но, по-моему, там очень много. Если честно. Здесь у нас, как бы, посещает сам альбом в формате для джипака. Здесь есть вот такая вот, в таком мешочке, не знаю, для чего это использовать. Видалька, куда-то ее вешать, там, на брелок, на шею, еще куда-нибудь. Писаник себе сделать, непонятно, с наставкой. И здесь так же есть флаг. Я полагаю, правильно, да. Баном здоровый. Я, честно говоря, не знаю, получится Рео полностью тут показать. Ну, вот как-то вот так вот он выглядит. Ну, вот. Так что. Хороший очень альбом, мне понравился. Хотя, опять же, раньше было лучше. Упал, а потом приберю. Должая череду релизов этого года. Тоже лимитированные издания. Дисковое. Нового альбома Dark Rampility Construct. Здесь два бонус-трека на дополнительном диске. Собственно, диск он сам вот здесь вложен. Ну, как бы сделано, конечно, красиво, но я не любитель вот таких вот вариантов, потому что никакой, скажем так, вкладки нет. Диск перется об картон. Ну, я считаю, не самое лучшее решение. Я просто потом вложу в конверт, как он обычный пластик. Ну, стандартная книжка. Достаточно пусто. Не знаю, отличается ли она чем-то от обычного джи-лкейзов. И а-ля диджипак самого альбома. Ну, такой альбом очень хороший. Мне весьма понравился. Далеко не разочарование года, в отличие от некоторых других групп. Не буду показывать пальцем. Далее немцы The Ocean. Пелагиал или Пеладжиал. Не знаю, я его правильно обозвать. Это, как же, пожалел денег на винил, потому что он там какой-то, безумно, дорогой. Там, шили 10-дюймовки. Так-то, чтобы мне, там, Леник стал покупать. Поэтому взял обычный, вышел на металлблэйде. Двойной диджипак. Здесь, собственно, наступает прям один и тот же альбом. Представлен в двух вариантах. Инструментальном и неинструментальном. Где музыканты поют. Повторение хартворка. И, надо полагать, такой вот весьма скромный а-ля буклет. Честно говоря, при таком здоровьем диджипаке, я совершенно не представляю, зачем они их туда вложили. Ну, ну, ладно, им виднее. Новый альбом французов «Supuration» или «Sup». Сферикал Юнит Провайдер, по-моему, так, что он называется. Ну, вообще, это, насколько я с интернета понял, считается окончанием трилогии, которая была насчитана в 93-м году альбомом «The Cube». Продолжена, по-моему, в 2001-м альбом «Incubation». Ну, и закончена в 2013-м альбомом, опять же, «Cube» в кубе, надо полагать. Он правильно будет называться. Ну, собственно, ничего нового они не придумали. Примерно в духе тех же альбомов такой, какой-то инопланетный а-ля Десса, а-ля «Авангард». Как вы там знаете, что там есть с аналогичным названием группы, или которая как раз так называется «Sup», которая играет типа «Авангардный Десса». Это считается другой группой, но участники все те же самые. Не понимаю, зачем они это все делают, но как бы не важно. Проект бывших участников, замечательная британская команда Акерпок, которая, к сожалению, развалилась. К счастью, они решили продолжить свою музыкальную деятельность. Это альбом их проекта «Voices» с очень длинным названием. Очень приятно, что в кое-то веке никаких прозрачных штук, стандартный черный диск был бы еще не глянцевым таким черным, как было раньше, для красоты. Один из наиболее ожидаемых вновь, одним из лучших альбомов года – «Ты Малейшин», «Домоконспираси». Винил у меня там был зеленого цвета, а не вру, это у меня «Suffocation» зеленого цвета. Винил у меня едет, он будет красный. Диска не увидит, он сейчас играет. Альбом отличный, у меня к нему претензия только одна, скажем так. Немножко, я бы сказал, полсмассового звучания, для моих душей. Но в целом, Роберт Виния, он сохранил все свои возможности в плане написания музыки, поэтому музыкальный материал шикарен. Новый альбом голландцев «Afission 300», который на «Hammerhide» пришел под названием «More Swery». Его я, честно говоря, еще не слышал. Это один из, наверное, небольшого количества дисков, которые я купил просто. Из уважения к предыдущим альбомам этой группы. Это «Split Horn MXN», американское издание на «Marie Booth Records». И создали «Imperium Deca...» О, извиняюсь, ошибся. Это «Misticum», то, что «Piswil» переиздал с бонусным DVD, который содержит два концерта. То есть тоже очень-очень редкие представители индустриальных дел. У меня он в слепкейзе. Это «Root» Hell Symphony и, как он правильно его назвать-то, «Cargeras», наверное, да, будет называться. Это переиздание двойного диска от лейбла «Home Rock Block» он называется. То есть такое дешевое для типа нищебродов, которые мне не искать оригинальные издания. Это у нас «InVane», как у нас, наверное, будет «I Enigma». Наверное, первые «AE» производятся какими-то хитрами. Такие прогрессивные товарищи. Весьма-весьма неплохой материал. Смотрятся, как-то какая-то нормальная бандоса. Дальше и последний альбом американцев «Devormand», «Conceived in Search». Также «Sleepcase». Альбом. По направлению самого диска. Далее тут я пришлось, так как у товарища Тома полагается там какая-то система бонусных дисков. Ты там за каждые, условно говоря, 75 евро получаешь звездочку. Потом можешь выбирать бесплатные диски там при большом заказе. На «Рынс», 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 «Рынс» взял себе два первых «Империума» на «Шару». Скажем, как не на «Шару», а как положенное мне добавление к заказу. Раз, ну, соответственно, второй. То есть это период, когда они играли еще что-то относительно тяжелое. Потому что потом они начали тринкать, бринкать. И это мне уже совсем не нравится. Так, это у нас очередное тоже переиздание «Французы Зе Ай». Это проект главного товарища из «Бута Усмор». Что-то я так вроде слышал, он там планирует работать над новым альбомом. Так, это «Бру Ланату». Наверное, так произносится последний альбом. Ну, как бы, мы знаем это вот «Талантным Проджект». Этот же товарищ, талантливый фенадский паренек, играет на «Батсу» в «Антедулувиан». Играем их «Симеус». И там еще целая пачка проектов. Далее, тоже один из третий бесплатный диск «Калвариума» за «Скалов Голгофа». Обычный диск «Калвариума» за «Скалов Голгофа» за «Скалов Голгофа». Говорить особо не о чем. «Он Дистайн Блейз» и «Деливерирую Зе Фейс». Я, как бы, несколько альбомов этого товарища очень люблю. Не все, но некоторые весьма. Последний альбом «Октобер Тайд», «Оттанула» в «Окноу Лайт». Очень мне также понравился этот альбом. Такая замена кататонии старых лет. Последний альбом также немцев «Нокта Абдукта», который «Амбриэл» и там куча немецких слов. Ну, также лучше гадает игру далеко в прошлом. Там нектаров больше не будет. Ну, судя по виду на фотографии, мне кажется, что в будущем нас ожидают очень бестандартная какая-то хрень от этой группы, честно говоря. Следующего альбома я жду с ужасом. Желаю им, чертовой матери, уже распаться и не позориться. Вот он, «Империум Декаденс». Ну, честно говоря, также последний альбом «Амилиус» от «Ностальгия». С каким-то грустным, нудейским товарищем на обложке. Видимо, он идет туда, где каждому свое, и он освобождает, надо полагать. Пока еще можно так сказать, скоро за это будут давать кто-пяти лет, если вы знаете новые законодательные инициативы партии «Народный фронт». Ну, тоже не лучший альбом, мне как бы их третий диск, предыдущий больше всего нравится. Это сейчас будет пачка издания замечательного лейбла, лейбла «Вик Рекордс», которые занимаются тем, что издают всякое разное старье. То есть это Swazofix, немножко низко вправо. Ну, вот так вот. Переиздание двух первых демок. Известен тем, что там товарищ как-то не участвовал в «Эсфиксе». Песни писал, в 98 году совершил акт суицида, и покинул нашу брендную землю. Флебетомайзет, Деволт Тугат и перечектерного Госпелс. Такой вот диск. Плюс тут совершенно невероятно зачем добиты концертные бонусы. Непонятно зачем это, я имею в виду то, что там качество совершенно графитильной записи всего этого дела. Это «Poluted Inheritance» Экосайд, 92-го года альбом, если мне память не изменяет, он был на DB. Отличный голландский деск. Тут всякое разное бонусы есть. А тут же «Split» Eternal Souls CC, по-моему как он «Morning» называется, да? Такое. И последний диск на сегодня. Это с другого лейбла. Если помните, я тут недавно разбирал посылку от Invictive Productions, там один диск перепутал с дебютным альбомом Tribulation, а самого Tribulation The Horror не было. Я там связался с лейблом. Он мне сказал, что, мол, тот диск, который был, это как бы подарок, а Tribulation мне просто забыли положить. Ну, не знаю, так ли это было на самом деле, или просто плохая… Хорошая мина при плохой игре, но тем не менее, он мне незамедлительно диск выслал, я его на днях получил. Так что респект чуваку без всяких там, знаете, а может быть, давай ты там будешь другой заказ сделать, мы тебя отправим. Я там написал, не положили, все, выслали там через день после моего письма. Наконец-то до меня это пришел. Вот он. Супер Джейл Кейзи, наверное, или как он называется, который я ненавижу, ибо я, честно говоря, не представляю, где их покупать, когда они разбиваются, а он уже тут треснул. Ну, очень хороший альбом, отличный такой шведский Death, хотя вот этот второй альбом, он отличный, который не совсем шведский Death, я как бы рекомендую всем еще раз. Ну, на этом все, я думаю, что, наверное, на этой неделе я ближе к концу запишу еще что-нибудь, потому как, судя по трекингам, там куча посылок выстроилась свиньей, или как там эти, кевтонские рыцари на Чурском озере, или не кевтонские, ну, в качестве которых Невский разгнал. Ну, вот, поэтому там должно быть тоже много всякого интересного. Все, всем удачи!